И к другим событиям. Телефонные интернет-мошенники ежегодно терроризируют жителей Мурманской области. Расследовать такие преступления и вернуть пострадавшим деньги крайне сложно. Полицейские стараются работать на опережениях. К тому же правоохранители регулярно предупреждают мурманчан о том, что верить информации, полученной от незнакомых абонентов сети, интернет нельзя. Одна из таких акций прошла сегодня в центре города. Центральная площадь Мурманска сегодня в роли лектория. В разных ее углах расположились несколько активистов-общественников. Так и охват больше, да и законодательство о несанкционированных митингах, которое распространяется даже на помощников полицейских, соблюдено. Прохожим раздают листовки и рассказывают о том, как распознать интернет-мошенника, не попасться на его уловки. Многие попадают в такие ситуации, я имею в виду по мошенничествам, и телефонам, и интернет, где люди теряют значительные средства. В связи с этим информационные листочки будут розданы гражданам города Мурманска для того, чтобы они, соответственно, передали своим знакомым, близким и так далее. Считать, что жертвами махинаторов 21 века становятся лишь пенсионеры – заблуждение. В зоне риска может оказаться каждый. Преступники умело применяют разнообразные психологические приемы, чтобы втереться в доверие к жертве. Самый действенный способ обезопасить себя, считают мурманчане, просто не идти на контакт. Были такие сообщения. Мы туда-сюда. Я посылаю сразу на русских эмоциональных делах, и все. И тишина сразу с той стороны. Вот и все. А как вот, знаешь, девушка, мне же нельзя ругаться-то. А я сразу посылаю, и все. И все обрывается на этом дело. Потому что только так, а больше никак с ними. Они там залезут, как эти, знаете, под шкурку, лещунку отложат и… Выманивают деньги. Да, и выманывают деньги. Зачастую позвонивший может владеть фактами из вашей жизни, в том числе воспользоваться информацией о серьезной болезни родственника. В Мурманске, например, продавцы биологически активных добавок таким образом обманули даже врача. Он понимал, он читал даже сертификаты, выходил на сайт московский. Все было красиво, все было абсолютно хорошо. Но в тот момент выключился тот пунктик спасения себя, обезопасить себя, а именно спасти отца. Полицейские напоминают, что доверчивость при общении с незнакомым собеседником все-таки порог. Поэтому не нужно стесняться требовать веских доказательств полученной информации и проверять сведения. Вернуть потерянные за мошенничество деньги очень сложно, а обезопасить свой кошелек зачастую можно, лишь повысив собственную бдительность.